Это невозможно. Это противоречит всем законам физики. Это нельзя реализовать технически. Так считали ученые всего мира. Но в Центральном аэрогидродинамическом институте опровергли их мнение. Ракета-торпеда «Шквал» в фильме «Оружие». Советский подводный флот уже с конца 70-х годов располагал боевым средством, по сравнению с которым обычная торпеда и обычная тактика стали такими же архаичными, как лук и стрелы по сравнению с пулеметом. Одним из наиболее интересных достижений в области гидродинамики, которым гордится отделение гидродинамики ЦАГИ, это разработка схем сверхскоростных подводных снарядов. Наверное, многим приходилось слышать о ракетах-торпедах «Шквал». Но вот отработка гидродинамической схемы этой уникальной, без всякого стеснения говоря об этом, уникальной торпеды, вся отработка производилась здесь, в ЦАГИ. На первой стадии в гидроканале. Сначала изучалась физика этого явления, кавитационного. В основе действия «Шквала» лежит эффект кавитации. При скоростном движении тела под водой, жидкость не успевает сомкнуться вокруг него. Образуется так называемая «каверна», в которой корпус тела, в данном случае корпус торпеды, отделяется от воды облаком пара или газа. Сопротивление жидкости при этом становится минимальным. Торпеда соприкасается с водой только через кавитатор, головную часть, сконструированную особым образом. За счет освободившейся энергии скорость подводного болида резко возрастает. Изучением проблемы кавитации ученые Центрального аэрогидродинамического института занялись еще в начале 30-х годов. Это было связано с повышением эффективности грибных винтов, которые устанавливаются на кораблях. Пузырьковая кавитация приводит ко многим вредным последствиям. Это преждевременный износ и разрушение лопасти грибных винтов, перерасход топлива, ускоренная выработка моторесурса двигателей. Военным морякам хорошо известно еще одно неприятное выражение эффекта кавитации – сильный шум винтов. Это главный враг подводных лодок, который способен выдать противнику местонахождение субмарины. Эти факты привели к тому, что гидродинамики всего мира обратили внимание на эффект кавитации, стали с ним бороться, его воспринимали как вредный эффект, конечно, естественно, на первых порах. Но затем это явление стало проявляться при быстром движении тел внутри жидкости, скажем, движении торпеды. Уже в послевоенные годы специалисты ЦАГИ детально исследовали все особенности скоростного движения под водой. Научным руководителем этих работ был Георгий Лагвинович. Лагвинович Георгий Владимирович – выдающийся ученый-гидродинамик, академик, лауреат Ленинской премии. Годы жизни – 1913-2002. Участник Великой Отечественной войны. Участник обороны Сталинграда. С 1946 года работал в ЦАГИ. Был начальником отдела гидродинамики. В последние годы жизни – советником директора ЦАГИ. Автор трудов по теории глиссирования и погружения в жидкость. Теории подводных крыльев. Еще на ранних стадиях изучения кавитации стало ясно, что при движении в облаке газа ни размеры, ни форма торпеды значения не имеют. На основе исследований этого явления ученые ЦАГИ предложили концепцию принципиально нового сверхскоростного подводного оружия. В носовой части ракеты размещается некий кавитатор, который создает за собой каверну. При движении все сопротивление торпеды сводится к сопротивлению этого кавитатора. А за самим кавитатором, в образовавшейся вот этой подводной полости, размещается основное тело ракеты. Боевая часть, двигатели, система управления и так далее. Идея выглядела многообещающей. И 13 октября 1960 года было выдано задание на проектирование подводной ракеты. Она задумывалась универсально. Ее можно было использовать и как торпедное оружие для поражения подводных и надводных кораблей, и как средство доставки ядерного заряда побережью противника. Разработки скоростной торпеды начались в 1963 году. Первые опытные куски реактивных торпед «Шквал» проводились на полигоне озера Иссык-Куль со специального плавучего стенда. Затем прототипы торпед отстреливались с дизельной подводной лодки в Черном море. Потребовалось еще 13 лет, чтобы доработать конструкцию. И в 1977 году скоростная ракета-торпеда «Шквал» поступила на вооружение ВМФ СССР. Несмотря на столь почтенный возраст, до сих пор оружие не имеет аналогов, а многие детали остаются секретными. Вот тот путь, который был пройден у нас, благодаря работе, значит, такого творческого коллектива, сосредоточенного в основном здесь вот у нас, вот на нашей территории, где мы сейчас находимся, позволил, значит, провести такой, так сказать, просто настоящий прорыв в этой технике подводного движения. Уникальность суперторпеды скорости. «Шквал» проходит под водой 100 метров в секунду. Это абсолютный рекорд для подводного объекта. Для разгона и поддержания такой большой скорости требуется огромная тяга. Ее нельзя получить от обычных двигателей и реализовать с помощью грибных винтов. Поэтому «Шквал» использует стартовый ракетный ускоритель. За 4 секунды он разгоняет торпеду до крейсерской скорости, а затем отстреливается. Далее начинает работать маршевый двигатель. Он тоже реактивный. Так что «Шквал» скорее ракета, чем торпеда. И она не плывет, а летит в газовом пузыре, который сама и создает. Она выстреливается из обыкновенного торпедного аппарата калибра 533 миллиметра и не требует каких-либо специальных переделок. Революционные принципы, положенные в основу конструкции «Шквала», имеют и другую сторону. Одна из них — невозможность обратной связи, а стало быть и отсутствие системы самонаведения. Излучение гидролокаторов не может пробить стенки газового пузыря. Поэтому «Шквал» программируют перед запуском. В систему управления вводят координаты цели. Торпеда не умеет и поворачивать. Она движется строго по прямой, к заранее рассчитанной точке встречи с целью. Несмотря на эти недостатки, уйти или защититься от «Шквала», а тем более от залпа двух таких торпед, практически невозможно. За 100 секунд подводного полета к цели крупнее судно не успеет изменить курс или принять мирозащиту. Поэтому на Западе «Шквал» называют «убийцей авианосцев». «Шквал» — скоростная подводная ракета-торпеда. Калибр 533 миллиметра. Длина 8 метров. Вес 2700 килограммов. Мощность боеголовки — 150 килотонн в ядерном варианте или 210 килограммов обычного взрывчатого вещества. Маршевая скорость — 100 метров в секунду. Дальность хода — до 10 километров. Опыт работ над ракетой-торпедой «Шквал» был использован учеными ЦАГи при реализации еще одного серьезного проекта. Речь шла о баллистических ракетах, размещенных на подводных лодках. В 1970 году на вооружение Советского военно-морского флота поступили первые твердотопливные ракеты РСМ-45. До этого подводные атомоходы вооружались ракетами на жидком топливе. Для их запуска из подводного положения необходимо было предварительно заполнить стартовые шахты водой. С момента получения приказа на пуск до старта ракеты проходило некоторое время, что снижало эффективность применения этого вида оружия. Жидкое топливо было высокотоксичным и не выдерживающим длительных сроков хранения. Это представляло прямую угрозу для экипажей субмарин в долгом боевом походе. Твердотопливные ракеты не имели таких недостатков. Однако в ходе испытаний военные моряки столкнулись с некоторыми серьезными проблемами. Ракета – это большой аппарат. Ракеты современные не имеют массу от 30 до даже 90 тонн. А это, как вы понимаете, всякое большое сооружение, оно относительно непрочное. Чем больше, тем оно более чувствительно к внешнему воздействию. И вот эта ракета, значит, она должна выходить из движущейся лодки в поперечный поток жидкости. Планировалось, что ракеты будут выстреливаться из подводного положения с лодки, которая двигается на глубине около 50 метров. Возникла опасность механического повреждения ракеты о края и крышку шахты. По рекомендации ученых ЦАГи, в головной части ракеты разместили кавитатор, а в корпусе – газогенератор. При выходе из шахты вокруг ракеты возникал своеобразный воздушный кокон, который не позволял потоку воды повредить корпус. Таким образом, ракета РСМ-45 получила путевку в жизнь. Она была принята на вооружение в 1980 году. Испытания показали высокую скорострельность РСМ-45 и простоту подготовки к стрельбе. Залп 12 ракет, размещенных на подводной лодке К-140, происходил за одну минуту. Предстартовая подготовка занимала 3 минуты. Исследования ученых ЦАГи в области скоростного подводного движения опередили свое время. Удалось практически реализовать то, что во всем мире считалось невозможным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok